Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Двигателя Дуйнова, и сегодня в нашей студии очень интересный гость, член комитета по энергетической стратегии торгово-промышленной палаты РФ Олег Валентинович Викдорчиков. Добрый день, спасибо. Олег Валентинович, у вас очень богатый опыт. Вы прошли, я думаю, через огромное количество интересных проектов, и сегодня мы бы хотели получить возможность просветиться и услышать, что в сложной экономической ситуации, которая у нас сейчас сложилась в стране, да и во всем мире, сможет стать двигателем прогресса. Ну да, можно несколько слов рассказать, несколько слов сказать по некоторым направлениям, которые действительно актуальны на сегодняшний день, но всего лишь навсего рассказать без, скажем, экспертной оценки, значит, без соответствующего, значит, пресс-релиза там и так далее и тому подобное. Вот просто вы меня представили таким образом, что вот я имеющий, так сказать, человек, имеющий богатый опыт, я вас сразу хотел, так сказать, немножко скорректировать ваши слова, что опыт-то богатый, а человеке обидный. Понимаете, вот поэтому и, соответственно, и буду устроить свою беседу вот в некотором смысле таким вот образом, да, так немножко соронизировал. Вот. Направление действительно интересное, то есть экономика немножко сбавила темпы, может, даже не немножко, значит, заметным образом сбавила, значит, и темпы роста, и обороты сбавила экономика, не только российская, но и мировая. Вот. Вот коронавирус, стало быть, карантин, и, соответственно, значит, удаленка, вот, и эффект, скажем так, застоя, если можно так сказать. Вот. И как выходить из этого, из этой ситуации, учитывая то, что мир структурирован, экономика структурирована определенным образом, вот, некоторые даже говорят о структурном кризисе, который назревает не об экономическом кризисе, не о финансовом кризисе, а именно о структурном кризисе экономики. Вот. Стало быть, я бы мог в оптимистическом варианте рассказать, что есть, значит, базовая технология, на которой строится, выстраивается остальная экономика. Я, вот, в частности, говорю о, значит, производстве металлов. То есть, понятно, что металлургия, мировая металлургия, она является основным компонентом любой экономики, значит, капиталистической, социалистической, любой экономики, региональной, так сказать, мировой экономики, по вполне понятным причинам. Вот. И есть технологии, у нас есть технологии, опять же, что значит у нас есть технологии? То есть, есть наши друзья, есть наши партнеры, есть наши, так сказать, специалисты, причем с хорошим послужным списком, еще, значит, советские ученые, которых можно, значит, назвать, что это наша команда. И в данном случае наша команда располагает такого рода технологии по, значит, удешевлению себестоимости производства металлов. Но ведь это колоссальный труд и объемы. То есть, фактически любое изменение затрат в этом секторе, я думаю, приведет к незамедлительному эффекту и отобразится в цифрах во всем мире. Ну, да, здесь можно строить разные прогнозы, но по факту, если мы говорим о том, что технология, которую я имею в виду, значит, предполагает уменьшение себестоимости производства, например, чистого железа непосредственно из руды, из породы, и удешевление не на проценты, а в разы, то есть, скажем, получение чистого железа в зависимости от конкретных условий может быть дешевле существующего производства от 3 до 10 раз. То есть, я не ошибся, так сказать, от 3 до 10 раз. То есть, это может быть и в 4, и в 5 раз, и в 10 раз. Это, значит, зависит от разного рода причин, которых я вот так вот назвал условиями производства. В данном случае я не грешу против истины, и я, собственно, в некотором смысле спонтанно здесь вот на этом разговоре, и поэтому я сейчас не упоминаю имен регалий тех разработчиков, которые стоят за этой технологией, но уверяю вас, что это вполне достойные люди. Это, значит, академики, доктора наук, которые уже сделали аналогичный металлургический экспериментальный комплекс, который работал до 2014 года, потом по ряду причин он работать перестал и перестал существовать. А с какого года он начал свое существование? То есть, он работал несколько лет, он работал несколько лет как экспериментальный комплекс, на котором отрабатывались, значит, вот такого рода технологии. Технологии, ну, можно их так назвать, плазменные технологии прямого восстановления, значит, металлов из непосредственно из руды, непосредственно из породы. Вы знаете, было бы очень интересно услышать, как этот проект зарождался. Почему? Потому что, насколько я знаю, многие интересные проекты имеют историю и формируются в течение, ну, довольно длительного времени. То есть, редко бывает такое, что что-то придумали, какую-то идею, сразу запустили в производство, в опытной там какие-то партии или что-то в этом духе. Как правило, есть некая предтеча. Вот если есть что-то интересное в данной сфере, было бы интересно. Ну, вы опять говорите, как это работало, значит, не работало, что получалось, да, в прошлом. То есть, я хочу сказать, что сейчас, естественно, мы показать, как работает именно наша технология, о которой я говорю, не можем, потому что нечего показывать. Вот остались, так сказать, от того проекта, который был реализован, ну, что осталось? Остались фотографии, да, того комплекса, остались, так сказать, именно специалистов. Вот, даже образцы, так сказать, продукции остались. А вообще говоря, технология отрабатывалась на протяжении 40 лет, еще вот начиная с Советского Союза. То есть, это плазменные технологии, где работают плазматроны, где, значит, на достаточно компактных площадках производится, вот, скажем, такая трансформация металлов. То есть, обычный процесс предполагает, обычный металлургический процесс получения металлов из руды и предполагает наличие домны, да, или реформинга, так сказать, которые занимают тоже определенные, так сказать, ну, я бы сказал, огромные площади даже. Вот. А в нашем случае реформеров не нужно, доменных печей не нужно, ничего этого не нужно, ни конвертеров не нужно, так сказать, нужно сделать этот комплекс, да, значит, комплекс будет обеспечен работой плазматронов оригинальной конструкции, струйных плазматронов, прежде всего, я хочу сказать, вот, и соответствующая периферия, соответствующая обвязка, то есть система управления. Вот. И, значит, здесь удешевление себестоимости во многом, конечно, зависит от энергетических затрат, которые уменьшаются путем, ну, скажем, в рамках вот той технологии, о которой идет речь. Я не конкретизирую, как именно уменьшается себестоимость, это, наверное, правильно. Вот. То есть я хочу сказать, что это было, что это работало, что, значит, все было хорошо, но до определенного момента, который по объективным причинам, значит, наступил, и в результате которого это производство было ликвидировано, скажем так. Вот. Остались, я еще раз говорю, разработчики, имен которых я не называю по причине, что я с ними не согласовывал, так сказать, вот такое мое выступление. Я обязательно согласую, и, может быть, даже они придут к вам на передачу. А поэтому, уважаемые зрители, если вам интересен данный вопрос, обязательно оставьте свои комментарии под видео. Мы постараемся ответить на ваши вопросы и сделать для вас интересное продолжение. Ну да. То есть, если мы с вами говорим о том, как базовую отрасль для основных отраслей экономики, а именно металлургию, поставить с головы на ноги, да, путем, так сказать, вот такого рода предложений и технологий, то вот технологии готовы, значит, это не выдумка, вот. И, в общем, нужны серьезные вложения в металлургии. То есть, любой металлургический комплекс предполагает самые серьезные инвестиции в колоссальных, я бы сказал, размерах. Вот. Преимущество этой технологии еще и в том, что после того, как, значит, комплекс, который будет располагаться либо на готовых площадях, либо Гринфилда, так сказать, построенный в чистом поле, что называется, с полной инфраструктурой, окупается за считанные месяцы. То есть, если вот комплекс построен под ключ, и вот, значит, двери открыты, значит, обслуживающий персонал на местах, вот время пошло, да, ну вот, сколько ни вложи, значит, получается, что весь проект будет окупаться в течение буквально вот там, 3, 4, 5, 6 максимум месяцев. Вот это очень интересный проект, но возникает один резонный вопрос. Насколько я знаю, довольно сложно пробить брешь в существующих устоях, привычках, которые складываются годами. Вот насколько есть вот возможность внедрения данной технологии, насколько она востребована в металлургии на сегодняшний день? Да у металлургов свои проблемы, свои, так сказать, технологические задачи, они их решают успешно или не очень успешно, но они решают. То есть, металл есть, так сказать, на рынке, да, можно, значит, купить нержавейку, можно купить строительный металл, ну, то есть, любой металл. Можно купить, значит, редкоземы, ну, то есть, все есть, да, вот, ну, опять-таки, цена вопроса. Технологичность. То есть, если современная экономика требует, скажем, автоматизации, более существенной автоматизации, чем было до сего момента, то есть, чтобы, например, для осуществления конкретного производства нужно не 5000 человек, а вполне достаточно 50 человек, а все остальное автоматизации делает автоматика, там, роботы, значит, под управлением компьютерных каких-то систем, вот, то, наверное, это как раз и очень хорошо комплектуется с нашим предложением. То есть, мы, я бы сказал, так попадаем в эту тенденцию. И в данном случае, мне кажется, что, конечно, наверное, будет инерция, будет какое-то противодействие даже, ну, вследствие вот той самой инерции, я имею в виду металлургических, значит, специалистов, да, металлургических корпораций, металлургических специалистов. Вот, это вполне ожидаемо. Вот, но все равно, значит, будучи, скажем так, построенным, один, два, три или десять комплексов, они привлекут к себе внимание и просто-напросто будут востребованы. Вот, потому что, если одно и то же, даже по качеству у нас чистое железо, это, скажем, там, уж как минимум две девятки после запятой, частота, значит, магнита мягкого железа, которую мы можем получать на своих комплексах, вот, если оно будет дешевле в разы, чем у конкурентов, ну, понятное дело, что на него просто невозможно будет не обратить внимание, на такого рода производства. Или же можно делать, так сказать, такие производства совместно с теми металлургическими корпорациями, которые сейчас присутствуют на рынке. Что, в общем-то, наверное, и целесообразно. Это лесообразие всего. А может быть, здесь можно рассчитывать на участие государства. Потому что, если государство понимает, что металлургия – это основная, так сказать, базовая отрасль, то и она действительно является, ну, давайте скажем, надавшаяся слово прорывной, так сказать, технологией, да, то, может быть, стоит вкладываться в такого рода технологии, которые, кстати говоря, окупаются, ну, я говорю, за считанные месяцы. То есть, ну, вот, средняя цифра, значит, это полгода. То есть, с момента вложения, прошу прощения, не с момента вложения, а с момента запуска комплекса, построенного под ключ, созданного под ключ, вот, несколько месяцев. Ну, вот, я говорю, так сказать, о шести месяцах, скажем так. Ну, вот. И я еще раз говорю, здесь даже, наверное, не зависит от того, сколько вложено, потому что окупается любая сумма. Алик Валентинович, а если сделать некий такой срез, вот, если мы этот вопрос рассматриваем не в контексте поддержки государства, а именно как частный сектор, то здесь интересно две вещи. Первое, это, насколько выгодно производителю применять эту технологию, металлургу, и насколько будет сильный экономический эффект в целом, в общемировой ситуации, если эту технологию внедрить, хотя бы даже не повсеместно, но в достаточном количестве. Мы этого не считали, это макроэкономика, это можно посчитать. Но я даже говорю не о цифрах, а о принципе. То есть, что даст снижение цен на данный продукт? Насколько это полезно? Ну, мультипликативный эффект, который, в общем, дает даже толчок, так сказать, мировой экономики. Может быть, металлургия, можно ли так сказать, но металлургия может стать локомотивом, так сказать, экономики, которая может вывести экономику из нынешнего состояния с соответствующими темпами роста, я не знаю, там, и 5, и 6, и 7, а может и 10 процентов, так сказать, вот то, что, ориентируясь на Китай, да, вот те цифры, которые я называю, темпы роста китайской экономики, ведь они были и больше 10 процентов, вот, а что у них там было локомотивом, ну, я не могу, так сказать, точно сказать, о том, что у них было локомотивом, вот, но, опять же, очень много говорится о том, что локомотивом экономики может быть и строительство, вот, вот, а строительство, оно напрямую связано с металлургией, да, вот, поэтому тот эффект, тот прорывной эффект, который задает темп роста индустрии в целом, региональный или мировой, он может быть накрепко привязан и конкретной отрасли, такой, как металлургия, то есть, и опять же, на примере строительства, да, то есть, известно, что строительство можно быть локомотивом, можно говорить вот по такой аналогии и о металлургии, то есть, это, я не могу говорить, так сказать, ну, наверное, это и новые рабочие места здесь могут, так сказать, существовать, да, осуществить, ну, расширение рынка труда, вот, но это и удешевление всего, что связано, так сказать, с применением металла. То есть, фактически, здесь налицо эффект некого мультиплицирования, фактически, есть смежные отрасли, и через развитие данной отрасли металлургии, скажем, далеко, если не уходить от нашего проекта СОВЛМАШ, та же себестоимость электродвигателя может стать выгоднее. Ну, конечно, то есть, если мы говорим о чистом железе, а мы говорим именно о нем, и иначе оно позиционируется как магнитомягкое железо, у него даже есть, так сказать, название, значит, армка, международное название чистого железа, оно под такой классификацией армка. Магнитомягкое железо предполагает производство динамной стали, которая идет непосредственно на электротехническую промышленность, на всю электротехническую промышленность, в частности, на производство электрических машин, то есть, электрических двигателей, на производство трансформаторного железа, ну, я еще раз говорю, то есть, это полностью вся электротехника. То есть, мы, именуя стадию чугуна, сразу получаем путем восстановления железа, магнитомягкое железо армка, из которого можно делать ну, все, что хотите. То есть, осуществляя определенные добавки или лигатуру в чистое железо, мы получаем тот или иной, той или иной маркового металла, которая, если это нержавейка, то это будет нержавейка, если это металл для двигателя внутреннего сгорания, значит, металл для двигателя внутреннего сгорания, хотя там есть тонкости, потому что там про алюминий, так сказать, из алюминия многое сделано. Но если это, значит, космос, то это двигатель для жаропрочной жидкостной ракетной двигателя, то это то же самое с определенными добавками в чистое железо. То есть, фактически, данная технология перекрывает огромное количество потребностей современного человечества? Да, конечно. Безусловно. То есть, любой, так сказать, вид продукции, где есть металл, то, собственно, это может быть применимо реализовано через наши технологии. Ну, а все-таки с точки зрения предпринимателя, который должен двигать данную технологию, продвигать, будет правильнее сказать, экономический интерес его. То есть, выгоднее ли заниматься развитием подобного производства, нежели чем вот текущее? Ну, об этом надо металлургов спросить, как они, хорошо они живут или не очень. То есть, у нас есть отечественные металлургические комплексы и комбинаты, где, в общем, зарплаты хорошие платят, даже сегодня. Вот. Я уж не говорю о тех предпринимателях, которые, значит, которым принадлежат эти комплексы. Вот. То есть, я думаю, что владельцы комбинатов, они всем известны, вот, и они, исходя из того же списка Forbes, они там чуть ли не возглавляют этот список Forbes. Но я могу предположить, что в случае применения данной технологии можно расширить значительно объемы и тем самым, исходя из снижения себестоимости, увеличить прибыли. То есть, это интересно в принципе всем. А мы здесь не можем, так сказать, командовать, что мы уменьшим, что мы, значит, увеличим. Это же рынок. То есть, рынок будет диктовать свои условия. Опять же, если мы говорим, так сказать, о той, о тех подвижках, о тех структурных изменениях в экономике, которые нас, скажем, ожидают, можно, конечно, сделать привязку здесь к переходу в шестой экономический уклад, да, и что будет наиболее востребовано. Можно это, значит, не делать к этому привязке. Но, тем не менее, диктовать, даже неправильно, так сказать, соотношение цены и качества, а диктовать какие-то количественные показатели, сколько нужно того или металла, мы, сами-то мы не можем. Вот. А здесь должны быть расчеты, просчеты, прогнозы там соответствующие. Вот. То есть, это, наверное, уже из другой области. то есть, насколько, так сказать, будет продукция востребована в количественном отношении, еще раз говорю, здесь мы не сможем прогнозировать, но то, что металл необходим, это однозначно. То есть, пока существует цивилизация, цивилизация будет пользоваться изделиями из металла. Обнозначно. потому что все остальное, это уже, значит, это уже туда ближе к феодализму, там, и так далее. То есть, все равно мы будем, значит, разрабатывать новые месторождения, да, все равно мы будем, значит, разрабатывать и производить и старые марки металлов, и новые марки металлов, это однозначно. И то, что это будет выгодно, ну, в этом даже сомнений-то и нету, что это будет выгодно, потому что это основа экономики, металлургии. То есть, если мы, так сказать, совместно со всей цивилизацией не уйдем в виртуальный мир туда, в компьютеры, так сказать, тапочкой прям один за другим туда все попрыгиваем, тогда нам металл, конечно, может и не совсем будет нужен. Вот. А если мы останемся здесь, то как-то, так сказать, как не поступает, то мы все равно будем заниматься таким производством. Мы его просто автоматизируем. Вот. И мы, так сказать, перераспределим человеческий ресурс, человеческий финансовый ресурс. Вот. Это другой вопрос. Вот. И как мы распределим? Мы сейчас не можем об этом говорить. Но то, что это будет выгодно, ну, я еще раз скажу, сомнений в этом не вызывает. Причем, если получается, что вы делаете то же самое, только эффективней, и дешевле, и качественней, ну, значит, вы в более выгодочной позиции. Поэтому у вас вот такие прерогативы. Не у вас, вернее, а у тех структур, да, которые, скажем, значит, заинтересуются подобной технологией. А технология, она, я еще раз говорю, она не выдумана из каких-то теоретических, значит, небылиц. Вот. Она работала, вот, она имеет еще советское происхождение эта технология. Пока живо-здоровы те специалисты, которые могут реализовать ее за достаточно короткое время. Вот. Эта технология займет достойное место, я считаю, вот, в любой промышленности любого региона, любой страны. Вот остался один очень интересный вопрос. Вы говорите про автоматизацию труда, и, следовательно, о том, что на подобном производстве можно сократить число живых сотрудников. но в то же время это возможность создания новых рабочих мест. А за счет чего? То есть, есть некое перераспределение? Ну, Александр, я здесь, опять-таки, я здесь с позиции макроэкономики вряд ли могу сказать убедительные какие-то слова. То, что вы говорите, вернее, то, как вы, то, что я в итоге высказал, да, это объективная вещь, когда, так сказать, мы живем в эпоху автоматизации, компьютеризации, в эпоху новых систем управления, которые подразумевают уменьшение, так сказать, человеческого присутствия. Вот, это объективно. Вот, но, опять же, исходя из соображения, что работа нужна всем, значит, работа и будет для всех. То есть, в любом случае, так сказать, люди должны вести достойную жизнь. Вот. А будет ли металлургия, в данном случае, использующая наши технологии, вот тем, той площадкой, где, значит, будет избыток рабочих мест. Здесь я, видите, я, может быть, и будет, но, может быть, это будет непосредственно уже не конкретно, так сказать, там, стальвара, там, металлургия, там, и так далее. Вот, может быть, это будут какие-то, значит, компьютерные профессии, да, там, то есть, это будет уже не какой-то там ручной тяжелый труд, да, а это будет уже труд, который, то есть, автоматизация, она ведь, у нас же нет искусственного интеллекта, который управляет всей планетой. Да, вот, и поэтому мы, мы должны управлять тем, теми сочатками искусственного интеллекта, которые сейчас появляются в тех или иных направлениях и отраслях. Вот, то есть, опять же, творческий труд, он будет востребован. Ну, насколько я понимаю, данная ситуация говорит о том, что если мы берем оптимизацию труда, то специалисты вынуждены будут повышать свой профессиональный уровень, а они будут работать крайне эффективно, при этом есть возможность достойной оплаты труда, и в случае снижения себестоимости и расширения границ производства, опять же, человеческий ресурс будет задействован по полной программе, если можно так выразиться. Ну, да, мы надеемся на это, и в конце концов у нас задача-то простая, даже не задача, а цель, так сказать, наша простая, сделать так, чтобы людям жилось хорошо, достойно, то есть, вот же, ради чего мы вообще живем и трудимся, да, то есть, если исходить из главного, то зачем мы вообще все это делаем, мы, нам же не то, что интересно где-то что-то посмотреть, так сказать, а как там получается чистое или не очень чистое железо, мы же живем, так сказать, друг для друга, да, мы же должны, так сказать, улучшать не только настроение, но еще и жизнь улучшать друг другу, вот, и исходя вот из этих соображений, мы должны, соответственно, построить экономическую политику, строить экономическую промышленность, да, и конкретизировать, там, вот, видите, наши интересные технологии по металлургии, которые ставят, я еще раз, так сказать, не побоюсь этого выражения, мировую металлургию с головы на ноги ставят, вот, то есть, опять же, объективно ставят, не почему-то, так сказать, там умыслу и желанию и так далее, а вполне объективно, потому что она вот просто есть, эта технология. Очень важный момент, что на сегодняшний день она уже, ну, фактически готова к применению. Она работала, эта технология, да, осталась, так сказать, вернее, не осталось, а что надлежит сейчас сделать, надлежит запускать эти комплексы в работу, то есть, на базе плазменных систем, которые, для которых нужна, скажем, сборочная площадка, да, значит, и после того, как на этой сборочной площадке будут сконструированы те или иные плазменные системы, ориентированные на данный металл, условно говоря, так сказать, на чистое железо, там, или на феррасплавы, соответственно, такие комплексы и надо будет, не скажу повсеместно, но в необходимых регионах, вернее, не в целесообразных, так сказать, регионах, там, где есть инфраструктура, внедрять такие комплексы, вот. Мировое производство, оно известно, так сказать, я не говорю о конкретных цифрах, но это очень серьезные цифры, которые заставляют задуматься о том, какие, так сказать, объемы металлов промышленность может выплавлять. Вот, исходя из того, что я услышал, у меня остался очень важный вопрос. Сейчас очень важным является вопрос экологии. И насколько данная технология при всех тех объемах производства металла, которые существуют в мире, может сделать экологию чище, лучше и обеспечить наших потомков здоровым. Хорошим строением. С строением и здоровьем и всем вытекающим. Ну да. Я, мне есть что сказать. То есть плаженная технология предполагает уменьшение не просто в разы всех вредных выбросов, которые до силия существуют в металлургии, не просто в разы, а в десятки раз. То есть там в 10, в 20, в 30 раз уменьшаются все вредные выбросы в атмосферу, которые присущи современным производственным металлургическим процессам, осуществляемых вот в рамках традиционных технологий. То есть в этом смысле уже значит не надо ну я надеюсь, что не надо хотел сказать, не надо будет носить марлевые фильтры. Дмазка это словно маскарад, я говорю фильтры. Да, значит так как это в Китае, например, у них там смогов полно, в данном случае если, например, ориентироваться и на Евросоюз, и на Китай ориентироваться, Китай ведь это производственная площадка мировая, то мы говорим о том, что Китаю это было бы наверное очень интересно в плане значительного уменьшения выбросов. Вот сейчас тема коронавируса проскочила и в Китае значит из космоса видно, что прозрачность городских атмосферных масс она здорово увеличилась, то есть смогов нет, потому что промышленность стала работать на сниженных оборотах, вот, а тут значит обороты если надо снижать, то обороты снизятся, если надо обороты повышать, то они повысятся с помощью наших технологий, но выбросов не будет. Ну, фактически ситуация, которая сложилась во всем мире с пандемией, она, мне кажется, дает некий, если можно так выразиться, положительный эффект. В данной ситуации можно задуматься о том, что действительно сократилось количество выбросов, реки стали чище, воздух чище, может быть действительно стоит перезапустить некоторые процессы, пересмотреть их и использовать современные технологии, которые позволят сделать при полной загрузке, вот то, о чем вы говорите. Вы прямо говорите, как господин Лайтман, по-моему, Лайтман, это уважаемый человек, вот, и он как-то в интервью, по-моему, то ли госпожа Бонни, то ли в интервью еще какой-то прекрасной особи, он даже выразил, так сказать, свое мнение, что этот вирус надо даже поцеловать. Мне, собственно, не хотелось бы устраивать вот такие, так сказать, выстраивать такие отношения с вирусами. Я с вами полностью согласен. Да, ну, в крайнем случае, через марлевую повязку, так сказать, и желательно на расстоянии полтора метра. я не знаю, что вам ответить, полезен вирус, вреден ли он, тоже, наверное, существует, как и наша технология, как и металлургия, так сказать, объективна. Вот он есть и есть. А что там с ним делать, целоваться или дезинфицироваться от него, то это уже, значит, задача другого порядка. Ну, я не имел в виду о том, что он на благо, я имею в виду, что человечество может сделать некоторые выводы, исходя из текущей ситуации. Ну, может, прям так, как-то о человечестве, о нашем, так сказать, чтобы, знаете, так вот пристрастно, да, вот так вот оценку человечества, то есть, чтобы заставить человечество хоть на минутку задуматься, вот такую напасть на него, так сказать, ну, зачем? Я считаю, что человечеству надо, так сказать, может быть, даже как-то вот вместо вируса технологию предложить, пускай подумает. Я с вами полностью согласен. Я и скажу только из того, что произошло и... А супротив вируса у нас вот есть, так сказать, тоже, если вы позволите, две минуты, так сказать, скажу, значит, раз так вот получилось, потому что какой-то странный переход от экстремально дешевой металлургии, от экстремально дешевых продуктов металлургических, то есть, вот, дешевой стали, дешевых марок стали, дешевый чистый, дешевый электротехнического железа, трансформаторного железа для электротехнической промышленности. Какой-то странный переход, так сказать, к очень актуальной теме, теме здоровья, по поводу вирусов существующих. Я могу сказать, что вот наши друзья, с которыми мы давно сотрудничаем, и которые тоже являются серьезными учеными, я вот опять не могу, так сказать, раз так вот спонтанно получается произносить их, так сказать, фамилии, имя, отчество, потому что я с ними это не согласовал, а просто вот так спонтанно получается. У них есть, я не могу, конечно, что радикальное решение проблемы вируса COVID-19, да, и всех остальных вирусов в том числе, значит, но серьезные предпосылки для этого имеются. Причем это можно говорить о том, что это готовые препараты, которые можно уже сейчас успешно применять. работа этих препаратов основана на, значит, серьезном росте специфического или не специфического иммунитета, что влияет на, я еще раз повторю, не только на COVID-19, но и на все остальное то, что, значит, вредно живому организму в том числе. Вот. Причем включая такие страшные заболевания, как, например, лейкозы. Это тоже всем известно. Или там заболевания попроще, типа псориазов, вот, или там, не знаю, подагра, или лепры, то есть как она еще иначе там называется, это лепра. Вот. То есть, ну, я уж не говорю, там, туберкулезы, там, лишманиозы, там, и прочее, значит, заболевания. Вот. То есть, это вполне серьезные, так сказать, разработки, вполне серьезные препараты, которые имеют место быть, да, и, значит, один из препаратов, например, он занял на международной выставке первое место где-то лет 20 тому назад, примерно так. Занял первое место по по СПИДу. Вот. То есть, вот, господа, вот СПИД можно вылечить и оказывать. Ну, по крайней мере, можно лечить лучше, чем так, как это происходило и происходит. А иначе, зачем этому препарату давать, так сказать, первое место на международной выставке? Ну, вот, есть же, может быть, вы обратите на это внимание, но вот почему-то не обратили. То есть, на сегодняшний день проект находится в той стадии, что его можно взять к реализации, но, скажем так, в свободной продаже данных препаратов еще нет. Конечно, их надо, значит, сертифицировать, их надо, даже дорабатывать не надо в том отношении, что их не надо усовершенствовать. Они уже доработаны, они уже усовершенствованы, их просто надо применять, но прежде чем применять, они должны пройти, значит, всю государственную регистрацию, ну, по установленным правилам, по установленным регламентам, вот, но, учитывая актуальность ситуации, да, и злободенности этой темы, а именно то, что, вот, сейчас все ищут вакцину, вот, а как известно вакцину, ну, по крайней мере, мне известно, может, еще кому-то известно, что вакцину, наверное, меньше, чем за год или за полтора года не сделать, реальную вакцину, то есть вместо вакцины можно сделать еще что-нибудь, но только не вакцину, вот, опять же, я ссылаюсь на мнение известных ученых, я сам-то здесь не специалист, вот, поэтому я знаю, что существует мнение уважаемых ученых, что действительно серьезная вакцина, которая серьезно, кардинальным образом решает вопросы, она не может быть ускоренными темпами за полтора недели, значит, вот выйти уже, быть готовы к применению. А сколько я слышал, что в районе семи лет необходимого для разработки подобного рода вакцины? Да я слышал, что семь лет дают за то, что вакцину не ту начали применять, и то это мало дают, вот, а семь лет, так сказать, это, наверное, совсем другие строки, вот, то есть, ну, конечно, может не семь лет, вот, но во всяком случае не семь месяцев, и даже не девять. Вот, опять же, может быть, современная наука, она делает чудеса, вот, может быть, конечно, ученые, значит, поднапряглись, и вдруг с помощью каких-то прорывных технологий вот они сделали полуторамесячную или там трехмесячную вакцину, которая очень хорошо работает. Ну, я еще раз говорю, я ссылаться могу только на мнение авторитетных ученых, и, я не знаю, вот, как бы с волнением, так сказать, озвучивать вот такие, значит, задачи, которые стоят, реальные, вот, а здесь, ведь, понимаете, если вакцина действительно, если вакцина не может быть создана за сжатые сроки, то вся надежда на иммунитет. А как еще? Ну, может быть, еще какие-то лекарства есть? Может быть. Наверняка есть, так сказать, которые работают и которые применяются, но иммунитет занимает в этом ряду не последнее место. Поэтому, если есть, так сказать, возможность его резким образом активировать и правильно активировать, и причем это будет тот иммунитет, который будет работать не конкретно, вот, только вот по этому вирусу, COVID-19, а и по всему, значит, по всей патогенной, по всем патогенным вирусам, микробам и прочей микробиоте, то вот оно есть. То есть, на него просто надо обратить внимание, ну, если кто желает обратить внимание. вот, вот, и в данном случае, ну, может быть, ускоренными темпами проверить, значит, практику применения вот такого, таких препаратов, которые вот существуют в настоящее время. То есть, препараты есть, есть реальные люди, которые стоят, так сказать, за этими препаратами, которых разработали. действительно можно сделать сжатые стройки и получить, в конце концов, уже окончательный ответ, насколько серьезны эти, в данном случае, технологии по здравоохранению. вот. И это, мне кажется, очень целесообразно. Тем более, что я же не просто произношу, так сказать, такие серьезные заболевания, как, я не знаю, онкология, да, там, как ликоза, то есть, рак крови. Это, говорят, те разработчики, которые сделали эти препараты, или там спицы, да, тем более, что есть, так сказать, вот, прецедент, что действительно занял, так сказать, вот, первое место на международной выставке по СПИДу. И вот такой ракурс, да, тот, который мы, значит, немножко в сторону отклонились от того, с чего начали, вот, но, во всяком случае, это одна из причин, которая замедляет, значит, темпы экономического развития, вот, и стало быть, мы не зря это сделали, потому что металлургия, новая металлургия, или металлургия нового поколения может активировать экономику, и, значит, в данном случае здравоохранение тоже может активировать экономику, если все перед там домом сидим. Совершенно с вами согласен. Вот, поэтому это, наверное, кстати получилось, вот, ну и может быть немножко, так сказать, так, более панорамный взгляд, так сказать, вот видите, как от сугубо промышленного проекта, да, на вот сугубо такой проект, который, ну, не знаю, настроение немножко поднимает, потому что, ну, грустно, так сказать, жить и думать о том, вот, клипы китайские смотреть, который, вот, когда еще в марте месяце я видел такой клип, мне его показывал тоже очень уважаемый мною человек, такой клип, ну, случайно просто так вот получилось, так сказать, жеки, сделали клип такой интересный, вот, китайцы под нашу музыку «Ах, как хочется жить», да, вот, пустые китайские улицы, где-то ездят только машины с фонтанами из дезинфицирующих средств, вот, и вот наша самая известная хорошая песня, красивая «Ах, как хочется жить», знаешь, там, кофе попить, вот, и друг друга любить, вот, а когда любить затруднительно, то настроение тоже не очень, а если у нас иммунитет в порядке, если у нас, так сказать, вот он вирус, а мы ему шиш, вот, вот настроение, оно, как бы, может улучшаться немножко. Это точно, ведь, надо же где-то брать силы для развития новых технологий и внедрения их в реалии, поэтому это, как раз, наверное, одна из возможностей. Одно следует за другим. Ну, наверное, и вот ваша программа, она очень полезна, эффект имеет, очень нужна, так сказать, ваша программа, которая, наверное, рассказывает людям, значит, о тех технологиях, о тех, значит, направлениях, о той деятельности, которая осуществляет очень достойные, очень грамотные и очень болеющие душой за свою страну и за наших людей, люди, вот, которые, значит, реализуют подобные технологии. Вот, Дмитрий Александрович Дуйнов, например, да, великий человек, великий русский ученый, который, великий русский инженер, который действительно делает реальные вещи для и промышленности, и, в первую очередь, для людей. Вот, а вы им помогаете, так получается. Стараемся изо всех сил. Да. Вот, то есть, я бы мог рассказать, так сказать, и о других еще, значит, направлениях интересных, которые, вот, скажем так, есть у нас в арсенале, вот, и которые мы готовы были бы предложить рассмотреть, или просто выслушать, или, значит, в разной степени реакции, так сказать, на эти технологии, вот, но это, наверное, уже можно как-то там в следующий раз, так сказать. Я думаю, уважаемые зрители, напишите ваше мнение, хотели бы вы услышать продолжение, и если да, то какие темы вам интересны? Ну, я думаю, что интерес будет однозначным, поэтому я надеюсь, что мы с вами еще встретимся неоднократно в этой студии и поговорим на очень важные и полезные для всех темы. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok